итак я всех вас приветствую друзья добро пожаловать на не побоюсь этого слова ультимативный гайд необходимость подобного видео возникла ввиду того что постоянно приходится отвечать на подобные вопросы на какой сенсии а то это давай катку в дуо давай с нами поиграем если людям не отвечаешь или отвечаешь отказом они обижаются иногда могут даже послать тебе в ответ поэтому мы рассмотрим эту игру в мельчайших деталях которые надеюсь помогут вам стать лучше в игре и лишние вопросы отпадут первое чем мы с вами поговорим это оборудование если вы владелец оригинального xbox one приготовьтесь к тому что вы можете столкнуться с рядом технических проблем первая проблема это долгая прогрузка карты возможные вылеты из игры которые уже почти исправили ну конечно же самая большая проблема это падение частоты кадров в основном это ощущается в определенных локациях и при определенных обстоятельствах например при большом количестве выживших на поздних сужениях карты частично эти проблемы поможет решить подключение внешнего жесткого диска частотой оборотов не менее 7200 либо твердотельного накопителя но не менее чем на 256 гигабайт на xbox one x проблем с прогрузками нет абсолютно никаких так что соответственно установка внешнего накопителя не требуется не знаю стоит ли говорить о том что вам также потребуется более или менее меняемая гарнитура и такой же более или менее игровой монитор но это уже тема для отдельного разговора после того как вы создали своего персонажа первое что нужно сделать это в обязательном порядке надеть пояс и ботинки так как при отсутствии пояс совместительность вашего инвентаря будет значительно снижена необходимость обуви обусловлена тем что громкость передвижения на боссу ногу громче будет иметь отличительные звуки соответственно вас будет легче обнаружить далее переходим к настройкам игры первое что нужно знать это то что в игре отсутствует какая-либо помощь прицеливания и к этому придется привыкать в игре есть два основных типа прицеливания типа подразумевает прицеливание по однократному нажатию через прицел и при зажиме левого триггера активируется прицеливание третьего лица это довольно неестественная раскладка кнопок для консольных игр поэтому я настоятельно рекомендую переходить на тип б в этом случае вы получите стандартное прицеливание по нажатию левого триггера прицеливание третьего лица будет перемещено на кнопку лб параметр мертвой зоны определяет некий малый радиус вокруг нейтрального положения оси стика контроллера в пределах которого сигналы стика игнорируются настраивается сугубо индивидуально в зависимости от износа контроллера и типа установленных стиков также этим параметрам можно в некотором роде придать плавности хода стику основные настройки прицеливания сугубо индивидуальные зависит от ваших навыков стиля игры контроллеры и высоты стиков но я вам рекомендую начать двигаться от медленной сенсы к быстрой постепенно прибавляю при необходимости на данный момент параметр отвечающий за акселерацию прицеливания рекомендую установить на единицу акселерация прицеливания подразумевает изменение чувствительности стика от медленной к быстрой идем дальше мы разобрали с аппаратной частью настройками время приступать к игровому процессу pubg игра широко вариативная открывает перед вами невероятно простор для действий вы можете играть как пассивно так и агрессивно и при этом достигать своей заветной цели на первое время конечно же посоветую вам играть более осторожно и безопасно чтобы привыкнуть к игре без особых потрясений для вас и вот мы уже в самолете готовимся к высадке далее перед нами встает резонный вопрос куда же нам высаживаться важно знать что карты эрангель и миромар занимают площади 8 квадратных километров и каждый квадрат на карте как нетрудно догадаться равен одному километру переходим к парашютированию главное что тут стоит знать это то что чем ниже скорость тем дальше вы пролетите максимальное расстояние которое вы сможете преодолеть на парашюте при раннем раскрытии скорости в 20 будет примерно три километра что будет равно трем квадратам на карте на ранних этапах когда вы еще плохо знаете спаун машин это будет вашим основным инструментом для попадания на те или иные локации красным цветом на карте отметил наиболее горячие точки в данных локациях зачастую можно найти хороший лут и большое количество противников при определенных условиях некоторые из этих точек можно будет довольно безопасно залутать смоделируем ситуацию представим что самолет у нас летит почти строго по диагонали как вам стало известно ранее мы без проблем можем пролететь два квадрата на парашюте мы будем это учитывать из более-менее безопасных точек в нашем случае я бы выбрал северный shooting range липовка мильта мильта пауэр возможно северный жоржополь теперь смоделируем другую траекторию полет и при данной траектории относительно безопасной точки в прошлом нашем случае уже далеко не безопасно но при этом у нас появляются новые возможности и допустим при наличии транспорта мы сможем залутать сосновку или новорепная вероятность встречи с врагом там будет максимально снижена так как эти локации будут иметь большую удаленность от траектории самолета надеюсь моя логика понятна таких вариаций в игре будет великое множество и вы должны уже на этапе высадки четко понимать куда вы летите и какова вероятность встречи с врагом на многих локациях эрангеля есть свои конкретные точки с более высоким дропрейтом чем в остальных местах этой локации для примера рассмотрим южную жоржополь новичок на первый взгляд подумает что весь хороший лут сконцентрирован в больших многоэтажках которые на первый взгляд внушают доверие на самом деле они довольно пустынные далеко не всегда дадут вам хороший лут чего не скажешь о двух группах двухэтажных домов где концентрация лута гораздо выше чем где-либо на данном участке в каждой локации у вас должен быть выработан свой маршрут лута особенно такие нюансы важны когда рядом находятся враги и вам нужно не просто быстро найти лут но и более менее меняемое оружие подробнее о таких точках вы сможете посмотреть на интерактивной карте сайта pubg.com само взаимодействие с лутом происходит через кнопку x но также при большом количестве лута можно использовать кнопку меню лутая противника вы можете использовать триггеры лт и рт для быстрой прокрутки списка в процессе поиска лута важно помнить про время особенно если вы находитесь за пределами зоны в начале игры у вас будет 5 минут до начала сужения зоны и 5 минут до полного закрытия зоны об этом вам сообщит предупредительная надпись на экране таймер и индикатор движения зоны расположен над мини картой условно игру можно разделить на три этапа ранний этап середина игры и поздний этап первый этап это ранее сужение зоны рассмотрим ситуацию когда молотаемся за зоны прежде всего после окончания поиска лута нам нужно найти транспорт если мы не сделали это заранее в игре транспорт представлен двух типов наземный и водные наземных соответственно спаунится возле дорог и населенных пунктов водные непосредственно на воде и вдоль песчаных пляжей если вы плохо знаете карту и наверняка не уверен на куда он двигаться дальше вспомните траекторию самолета и отталкивайтесь от нее представим ситуацию мы как следует заволтались на жержополе и пришло время двигаться в зону как видно из траектории самолета он двигался по нижней части карты и логично предположить что верхняя половина круга будет более безопасно данная ситуация думаю было бы более безопасно начать с этой группы домов переждать там начало следующего круга и двигаться дальше середине игры важно занять хорошую точку для обороны и ожидания следующих сужений также важно сохранять все это время ваш транспорт так как круг непредсказуемо может постоянно осуждаться в максимальном удалении от вас а так как середине игры все противники уже будут значительно экипированы бежать по открытому полю в круг та еще затея на поздних этапах игры более безопасно заходить в круг вместе с сужением особенно если оно происходит на открытой местности в поле или например в лесу так вероятность того что у вас убьют спину будет значительно снижена далее если финальном круге остается относительно большое количество противников при безопасной позиции вы можете дождаться когда популяция максимально снизится и вам уже не придется сражаться одному против десятерых ситуациях один на один как и в игре в целом важно сохранять спокойствие не допускать ошибок если вы находитесь более выгодной позиции например за укрытием вы можете спровоцировать врага на действие выглядывая за укрытие или например прокидывая гранаты игровых ситуаций будет великое множество и трудно дать какую-либо универсальную тактику иногда вам придется играть агрессивно чтобы вырвать победу иногда логичнее будет затаиться и подловить противника на его ошибках наконец мы перешли к одному из самых сложных аспектов игры стрельбе вы уже в курсе что в игре отсутствует какая-либо помощь прицеливания которая типична для консольных шутеров и поначалу можете испытывать некоторые трудности пока не набьете руку рассмотрим три типа прицеливания стрельба от бедра стрельба от третьего лица и стрельба через прицел все три типа отличаются разбросом пули и применяются в различных ситуациях закрытых помещениях вы спокойно можете стрелять от бедра и это может быть довольно эффективным стрельба от третьего лица в основном также эффективна на короткие расстояния но для средних и дальних расстояниях обязательно придется использовать стрельбу через прицел также один из важных аспектов которые стоит знать это то что в игре есть баллистика пули и вам нужно будет это учитывать при стрельбе в движущейся цели и на дальние расстояния помимо баллистики на вашу игру будет влиять еще два немаловажных факторов это броня и модули установленные на оружие броня в игре представлена двух видов это шлем и бронежилет оба вида имеют по три градации прочность зависимости от того насколько хорошо экипирован враг будет также увеличивается сложность его уничтожения также на вашу стрельбу могут значительно повлиять и установленные модули на оружие зависимости от них может меняться отдача и точность оружия разброс пуль дальность стрельбы громкость выстрела и вместимость магазина больше всего конечно же в освоении стрельбы вам поможет практика кнопка лб рассмотрим несколько важных ее предназначений при прицеливании в коллиматорный и голографический прицел зажав дополнительное лб вы получите двукратное увеличение но правда ограниченное по времени задержкой дыхания о чем вам сообщит соответствующий индикатор также кнопка лб служит сбросом чеки для гранаты что крайне необходимо в некоторых игровых ситуациях в транспорте же лб активирует форсированный режим кнопка рб также имеет ряд интересных особенностей например зажав рб и двигая левый стик вы сможете отрегулировать яркость коллиматорного голографического или двукратного прицела а на 8 и 15 кратных прицелах вы сможете регулировать приближение при беге rb поможет вам осмотреться по сторонам без смены траектория бега также полезно будет знать что гораздо эффективнее использовать кнопку вниз на крестовине для лечения приема энергетиков чем делать это через меню инвентаря попадание в транспорт и выход из него назначены на две разные кнопки x и b при попадании в транспорт чтобы быстро переместиться на место водителя зажмите кнопку а это особенно важно в ситуациях когда вас обстреливает противник также двигаясь транспорте на месте пассажира вы сможете использовать аптечки энергетики если транспорт движется по прямой траектории и так после всего того что мы узнали важно закрепить успехи и расти дальше без постоянного мониторинга статистики это будет крайне затруднительно ссылки на все известные мне сервисы проверки статистики я оставлю в описании с помощью них вы сможете подробно отслеживать свою статистику рейтинг реплей игры и многое другое игра на данный момент к сожалению далека от идеала и помимо всех сложностей игры добавляются еще краше баги гличи просадки fps и прочие прелести которые могут прилично так подпортить ощущение от игры но если вы несмотря на все проблемы игры приложите определенные усилия игра щедро вас вознаградит и предоставит вам опыт который вы не получите ни от одной другой игры на консолях надеюсь данное видео оказалось для вас полезным смело оставляйте свои вопросы в комментариях спасибо за просмотр и удачи в игре по Субтитры сделал DimaTorzok